В школе номер 13 сегодня необычная встреча. Ученики с волнением ждут вице-консула США Кристину Хайден. Ребята в этой школе с 1 по 11 классы углубленно изучают английский язык. Поэтому им важно услышать правильную английскую речь, пообщаться с носителем языка и задать свои вопросы госпожи Хайден. Школьники понимают, насколько сегодня актуально знание не только родного русского, но и других языков. Например, какие города им нравятся? Нравятся русские мужчины? Спросить, возможно, о каких-нибудь обычаях в Америке. Ну и как там вообще, какая жизнь происходит, что у них как-то. На работе в будущем может пригодиться, допустим, какого-нибудь торгового соглашения подписать с другими странами. Английский язык международный, язык он нужен, в принципе, для всех. И вот аплодисментами ребята встречают гостю из Америки. Ученицы школы на чистом английском рассказали Кристине Хайден о своем городе Полевском, о школе, в которой учатся. Чем и порадовали вице-консула. Я хочу рассказать вам некоторые факты о Полевской. The famous Russian storyteller Фавел Петрович Бажов lived and bought them. In our hotel you can visit two palaces of culture, two palaces of sport, music school, art school and so on. Then I left a shop here and some big plants, like service tube plant, green plant and machine-building plant. Анна Силкина, ученица 9-го А-класса, приготовила свой подарок гостей из Америки. Она исполнила песню на английском языке. Анна говорит, что для нее очень важна такая встреча. Школьница в дальнейшем хочет получить образование на основе английского языка, стать переводчиком и поступить в Международную консерваторию. Английский язык достаточно важно знать на сегодняшний день, так как люди очень любят у нас отдыхать. И даже если поехать за границу, все равно необходимо общаться с иностранцами, так как купить в магазине что-то, даже просто пойти куда-нибудь отдохнуть. Также это может быть в будущей профессии. То есть сейчас это необходимо. Без английского языка, я считаю, никуда. Кристина Хайден заинтересовала школьников с первых фраз. Свою беседу с учениками она построила так, чтобы ребятам было интересно их общение. Моя имя Кристина Хайден и моя должность – вице-консул по вопросам печати, образования, культуры. Прежде чем я начну, я хочу показать вам видео в английском. И я думаю, что это очень интересно. Я хочу, чтобы вам понравилось. Такая встреча с носителем английского языка стала доступной для школьников, потому что Екатерина Бабич, учитель английского языка, является еще и руководителем методического объединения учителей английского языка в школе. И она решила принять участие в программе генерального консульства в США. В этом году генеральная консульство в США в Европе организовала программу, которая называется «Поговорим о Штатах». В рамках этой программы они проводят цикл выступлений страноведческого характера с присутствием и участием вице-консулов, дипломатов американского посольства. И сегодня в нашу школу приехала вице-консуль по вопросам печати, в печати, образованию, культуры Кристина Хайден. Она расскажет нам о проблемах образования в стране, зарубежных, в каждой способности образования в Соединенных Штатах Америки, рассказывает о том, как можно получить образование в Америке. Эти вопросы наиболее интересуют наших ребят. Одна из учениц школы номер 13 даже приняла участие в программе международного обмена для старшеклассников под названием «Обмен будущих лидеров». И на следующий год Наташа Галкина, ученица 8-го А-класса, будет бесплатно обучаться в американской хай-скул и будет жить в американской семье. Она стала лучшей из 600 претендентов. Родители меня во всем поддерживают, и им не страшно отправлять меня в Америку, потому что отбор у семей достаточно серьезный, смотрят смету доходов и их отношение к детям на протяжении лет, судимости, то есть очень хорошо проверяется. И программа очень серьезная, она учреждена сенатором Соединенных Штатов, и уже на протяжении 20 лет она идет. Около часа вице-консул США отвечала на вопросы школьников. Мы тоже решили не отставать от ребят и задали Кристине свой вопрос о встрече. Сейчас я знаю, что школьники в России, им очень нравится Хэри-Паттер, и им очень интересен дом в Америке и культура. Да, 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 да. И это удобно для меня, потому что я общаюсь с студентами, со школьниками часто, и это удобно знать их интересы. И еще вопрос от нашей телекомпании заставил госпожу Хайден задуматься. Мы спросили и о проблемах образования в Америке. Мне кажется, мы не знаем так много о других культурах, как нам надо. Я имею в виду, мы учимся, мы изучаем другие языки, конечно, но у нас есть не глубокие изучения по культуре других стран. Мне кажется, нам надо улучшить. Госпожа Хайден в встрече с русскими школьниками осталась довольна. Ученики были в восторге. В память о встрече школьники преподнесли Кристине букет цветов и сувенир из нашего города. И, конечно, было фото на память. Наталья Рожкова, Константин Миронов. Новости нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok